Всем привет! Добро пожаловать в город Жигулевск на стадион Кристалл. 26-й тур Мелбет Первой Лиги и здесь домашняя команда. Акрон принимает сегодня Красноярский Енисей. Акрон, который стал грозой московских клубов в Кубке России и очаровал всех этой весной, принимает команду, которая практически тот же путь проделала в прошлом году. Ну и Енисей играет тоже фактически в домашней форме. Красно-синий. Поехали! С центра поля Акрон мяч разыграл. Давайте сразу, не будем откладывать в долгий ящик, такую систему попробовали. Может быть после, после этого момента. Мяч в воротах 1-0. Но была игра рукой. Мы помним, что у нас есть вар. Вот быстрый ру... А какой здесь... А, офсайда нет, мы на предмет руки смотрим. Отсюда не видно. Ну а покрупнее. Вот Полиенко. Здорово мяч забросил в штрафную площадь. Отсюда сложно рассмотреть. Все происходило из-за спины. Выпустил за пределы поля мяч игрок Акрона, а момент-то скрылся за этим самым повтором уже. Давайте смотреть, из чего возник опасный момент у ворот Енисея. Здесь Ставер отдает Самойлову. Самойлов неудачно обрабатывает эту передачу. Пенальти. Москалев назначает пенальти в ворота Енисея. Константин Савичев пробил влево от себя в кубковой игре против Динамо. Ну а сейчас Савичев бьет противоположно и не забивает. Евгений Ставер. Новый герой из Красноярска. Станислав Антипин, Дмитрий Ребров. Голкиперы, которые сейчас восстанавливаются от травмы, а в начале этого сезона считались приоритетным выбором у Енисея. На роль в воротах не получился выход у Енисея. Полиенко в чужой штрафной. Прострел. Мяч все еще там. Удар 1-0. Акрон все-таки забивает уже в компенсированное время к первому тайму. И это делает Иван Чудин, кажется, да? Поздравляют друг друга футболиста Акрона. Прекрасно. Контратака Акрона. Салтыков. Он может убежать от Самойлова, но Самойлов, кажется, рукой себе помог и придержал своего визави. Это только был не Самойлов. Самойлов. Да, я вот почему оговорился. У него же желтая была. И это вторая. Вторая желтая карточка у центрального полузащитника Енисея. Вот это да. Вот это начало второго тайма для гостей. Ну, давайте смотреть. Салтыков. Играется с мячом. Отдает на этот раз назад Сидорову. А доходит мяч до Шакура. Удар в между угол. И мяч рядом со штангой пролетает. Пробил Шакура. Передача под ступом штрафной. И дальше Окладников под правую. И в дальний Окладников. О, в какое голище. Молодой папа. Вот это да. Блестящий удар. Передача Ломакина скрытая. Но вот этот пас фактически опасность создал. Действительно, Раздорских голевую передачу отдает на Окладникова. Ну и очень легко дали Андрею сместиться. Дважды. В центр под правую ногу. И потрясающий выстрел в девятку ворот Сергея Волкова. Он даже голову не поднимал. Он чувствовал. Это называется бомбардирская чуйка. В центр Савичев падает Константин. Москалев. Пенальти ставит Москалев. Вот это да. Но здесь, конечно же, радость на скамейке Акрона. Здесь радость на трибунах. Но давайте не спешить. У нас есть Вар. Ивакин руки в стороны разводит. Да, не бил. А вот Савичев бил. Понце. Разбег. Удар. И второй раз ставит. Господи, Ставер берет второй пенальти. Боже мой. Вот это да. Давайте сейчас посмотрим пенальти. Снова угадал Ставер. Блестяще. Пытался Понце скинуть мяч партнеру. Не получилось. И на этом все. Финальный свисток Владимира Москалева, который фиксирует ничью Енисея и Акрона. И это ничья для Енисея, наверное, сравни победы. Потому что победе практически весь второй тайм красноярцы провели в меньшинстве. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...